Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте в студии Виктория Царева. Прямо сейчас мы расскажем о последних событиях в стране и в мире. О перестановках в правительстве станет известно на следующей неделе. Какие заявления сделал премьер-министр? Комиссия по витингу завершила оценку всех кандидатов на должности членов Высшего Совета Магистратуры. По каким критериям проводился конкурс? Германия готовится к досрочным выборам. Когда они состоятся, скоро расскажем. Дональд Трамп подтвердил несколько назначений на ключевые посты в своей новой администрации. Кто пополнил команду избранного президента США? О перестановках в правительстве станет известно на следующей неделе. Премьер-министр Дарин Ричан сообщил, что сделает объявление на пресс-конференции в понедельник 18 ноября. Других подробностей он не предоставил. После выборов мы много анализировали и обсуждали с разными людьми, какие изменения необходимо произвести в правительстве и кто должен возглавить усилия по этим перестановкам. В понедельник 18 ноября я проведу пресс-конференцию, на которой объявлю о необходимых изменениях. Вопрос о том, кто может занять места уволенных министров. Журналисты задали пресс-секретарю правительства Даниилу воду на пресс-конференции после заседания Кабинета министров. Однако разглашать детали он, как и Ричан, не стал. Премьер-министр сделал важное и четкое заявление о том, что всю информацию о перестановках объявят в понедельник. Это означает, что в ближайшие дни будет возможность продолжить дискуссии на эту тему. В том числе, как отметил глава Кабмина, последует и обсуждение с парламентской фракцией, которая предложила правительству политическую поддержку. Стоит отметить, что после ухода Андрея Спыну из правительства в прессе писали, что освободиться могут еще пять министерских кресел. По данным некоторых СМИ, речь идет о главах Министерства экономического развития и цифровизации, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства и Министерства юстиции. Премьера Дарина Ричана ждут в правящей партии действия «Солидарность» с предложениями по перестановкам в составе Кабинета министров. Об этом в интервью на частном телеканале заявил депутат политформирования и глава парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп. Мы ждем его в любое время. Пусть придет в офис ПДС, представит повестку. Пусть скажет кого, как и почему решил поменять в составе правительства. Но самое важное здесь то, что был принят бюджет на 2025 год. Это приоритет. Когда мы будем уверены, что бюджет утвержден, тогда и будем дискутировать об изменениях в составе Кабмина. Как я уже ранее говорил, важно, чтобы все было прозрачно и понятно, как именно произойдут перестановки, потому что у меня, допустим, есть вопросы. Я жду очень открытого разговора с премьер-министром, кого он решил заменить. Следует отметить, что тема кадровых перестановок в составе Молдавского Кабмина остается одной из самых обсуждаемых в политических и экспертных кругах, особенно с учетом громкого ухода Андрея Спына из правительства и состава правящей ПДС. Некоторые считают подобные перемены логичным процессом после полученного результата на президентских выборах. Другие считают это началом уже парламентской предвыборной кампании. Дома Спына, аппликат. Добро, где аппликат? Андрей Спына ушел, но куда именно? Что он сейчас делает? С его влиянием разве может что-то кардинально измениться, если даже он уйдет с официальной должности? Не думаю. Ситуация станет понятнее, когда произойдет попытка учредить новую партию, которую, думаю, что господин Спыну поддержит, будучи в тени. Таким образом будет создана симуляция появления альтернативы ПДС. То есть делается пауза, но в будущем парламенте они вновь встретятся. Однако я думаю, что избиратели из Молдовы и из диаспоры это уже поняли. Они не поведутся снова на манипуляции и не позволят себя обмануть. Фактически это было требованием международных партнеров. Давайте говорить искренне. Я говорю, как бывший глава МИДЕИ. Процедуру по смене правительства нужно начать с министра с самым высоким антирейтингом. Понятно, что эти изменения в правительстве направлены на реанимирование, чтобы этот Кабмин стал более функциональным. На какой период это будет возможно, посмотрим. Опять же, придут профессионалы своего дела изнутри системы или извне. Я знаю, что состоятся консультации с гражданским обществом и внепарламентскими партиями. Не исключено, что могут привлечь специалистов из оппозиции. По мне, так это демократично и очень хорошо. То, что пытается ПДС сделать сейчас, так это выступить с таким предложением, которое понравится населению больше всего. Напомним, что в понедельник утром о своей отставке и уходе из рядов правящей партии «Действуя солидарность» объявил теперь уже бывший вице-премьер, он же министр инфраструктуры регионального развития Андрей Спыну. Уже ближе к вечеру некоторые СМИ стали публиковать списки возможных отставок некоторых министров. Симпатии разделились в то время, как Ассоциация сила фермеров не раз призывала к отставке министра сельского хозяйства Владимира Боли. Восемь других организаций выступили против его возможного ухода. В их числе и Ассоциация производителей молока, свинины, птицеводов, Федерация овцеводов и козоводов, а также Ассоциации рыбоводов и пчеловодов. Они заявили о поддержке Боли. Восемь ассоциаций направили письма правительству, парламенту и в администрацию президента. В обращении они подчеркивают стойкости лидерства главы Минсельхоза Владимира Боли в неблагоприятных погодных условиях, с которыми столкнулась Молдова. Мы твердо убеждены, что возможная отставка министра Владимира Боли породит дополнительную нестабильность и поставит под угрозу продолжение проектов, начатых в поддержку сельского хозяйства и честных фермеров, которые производят продукцию с добавленной стоимостью, развивают интегрированные агропродовольственные цепочки добавленной стоимости, способствуя тем самым повышению качества и разнообразия сельскохозяйственной продукции, а также укреплению национальной экономики, поддерживая развитие местных производителей. Напомним, что совсем иначе настроена Ассоциация Сила Фермеров. Ранее ее представители направили властям СМИ письмо, в котором призывали к отставке министра сельского хозяйства Владимира Боли к срочному принятию эффективных мер по спасению аграрного сектора. Уволить министра, который из-за своей некомпетентности и отношения не выслушал и не принял во внимание предложения малых и средних фермеров, находящихся на грани банкротства по выходу из сложившейся ситуации. Наоборот, своими действиями он показал, что защищает интересы офшорных и иностранных агрохолдингов в ущерб национальным интересам и местному производителю. Об этом свидетельствуют запоздалые меры, принятые в прошлом году, которые обогатили монополии, экспортирующие зерно и масличные культуры, и последняя мера, о которой недавно объявил Боля, намерение ввести с 2025 года по гектарной субсидии только для производителей сахарной свеклы. Конечным бенефициаром является иностранная монопольная компания, управляемая бывшим премьер-министром из времен режима Плохотнюка Дадона. Мы также призываем другие ассоциации поддержать наши требования, отправить Владимира Болю в отставку. Министерство сельского хозяйства отреагировало на обвинения фермеров. В ведомстве отметили, что последние два года проявляют постоянное внимание к нуждам сельхозпроизводителей, предвидят их проблемы и принимают упреждающие меры по поддержке сектора. А министр продолжает свою работу в районах страны, поддерживает прямой диалог с фермерами и эффективно решает их проблемы. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности постоянно подчеркивает свою приверженность всем фермерам и применяет конструктивный подход, учитывающий потребности каждого. Что касается погектарных субсидий, то на платформах министерства, а также в заявлениях для прессы, оно упоминает о предоставлении их производителям сахара и овощей с 2025 года. Это решение обосновано добавленной стоимостью, которую эти отрасли приносят национальной экономике. Что касается политических вопросов, то службы информирования и связей с масс-медиа неуполномочены комментировать назначение или увольнение министров. Это исключительная прерогатива правительства. Пока неизвестно, предусматривают ли предстоящие перестановки в Кабмине замену главы Минсельхоза. Напомню, что премьер-министр Дорин Ричан обещал в понедельник объявить имена министров, которые покинут правительство и новых кандидатов, которые займут вакантные должности. До 31 марта 2025 года в нашей стране введут в обращение новый образец удостоверения личности, идентификационную карту. Она заменит существующий документ. 13 ноября Кабмин одобрил постановление, которое устанавливает технические условия и стандарты безопасности, необходимые для внедрения нового документа. Новые идентификационные карты граждане страны смогут использовать и при выезде из страны. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Артур Мижа. В первом полугодии 2025 года мы предложили поэтапно заменить удостоверение личности новым документом-идентификационной картой. Ее можно будет использовать в том числе при пересечении границы и для электронной идентификации лиц. На заседании правительства также был представлен проект о начале переговоров по кредитному соглашению между Молдовой и Европейским банком реконструкции и развития. По словам госсекретаря Министерства энергетики Андрея Грицко, проект направлен на оптимизацию системы централизованного теплоснабжения в муниципе Кишинев. Авторы утверждают, что это будет способствовать снижению затрат тепловой энергии до 30%. Также Кабмин одобрил инициативу по регулированию деятельности по выращиванию промышленной конопли. Фермеры, которые желают этим заниматься, должны будут получить разрешение. Весь процесс выращивания будет находиться под контролем, говорят представители Минселихоза. Инициатива по регулированию выращивания технической конопли имеет множество преимуществ для сельского хозяйства, окружающей среды и экономики. Промышленная конопля – универсальная культура, используемая в текстиле, строительстве, косметике, биотопливе, продуктах питания и медицине. Благодаря производству и переработке технической конопли, Молдова может развивать экономику замкнутого цикла, который позволит сократить отходы и повысить ценность каждой части растения, будь то волокно, топливо или строительный материал. Также в ходе заседания в среду исполнительная власть утвердила законопроект, согласно которому несколько земельных участков вокруг села Дросличин и Креулянского района общей площадью около 11 гектаров перейдут в собственность службы государственной охраны. Запрос на передачу земли поступил от самого учреждения, которое, по данным СМИ, намерено построить там специальный учебный центр. Несколько саженцев дуба были замечены в коридорах здания правительства. Их привезла команда Министерства окружающей среды для продвижения национальной кампании по восстановлению лесов. На площади более 4 тысяч гектаров планируется высадить более 26 миллионов саженцев дуба, ясеня, акации и клёна. Я хочу пригласить всех горожан принять участие в самой важной экологической акции этой осени. Речь идёт о национальной кампании по облесению, которая стартует 16 ноября и пройдёт по всей стране. Больше лесов означают чистый воздух, более плодородную почву, больше воды и лучшую способность справляться с изменением климата. То, что останется в коллективной памяти, это подарок, оставленный нашим поколением и всеми нами, кто сегодня отвечает на важный призыв. Команда правительства положительно отреагировала на призыв министра Серджио Лазаренко. Тот факт, что каждое посаженное дерево будет символом нашей ответственности перед природой и будущим Молдовы, отметил и пресс-секретарь исполнительной власти Даниил Вода. Хорошая новость в том, что всё правительство меняет свою классическую одежду, пиджаки, галстуки, юбки на удобную и мы будем сажать деревья. Поедем в Аргеев, эта местность нуждается в озеленении и внесём свой вклад в оздоровление окружающей среды. Все отправимся в Аргеев 16 числа. Мы со стороны правительства хотим, чтобы как можно больше граждан были вовлечены в кампанию по облесению на 400 доступных локациях по всей территории страны. Все вместе мы сможем сделать Молдову более здоровой и экологически чистой. Подобно этому дубу, который стоит прямо, страна может стать зеленее благодаря вкладу каждого. Министерство окружающей среды и агентство Молдсилва предложили в этом году посадить более 7300 гектаров леса. Весной уже обработали 3300 гектаров, а осень этого года планируется высадить деревья еще на 4000 гектарах. Посадка начнется 16 ноября, когда все правительства отправятся в Малаеште и Аргеев, чтобы посадить 40 гектаров леса. Более 383 тысяч домохозяйств уже зарегистрировались в системе компенсации на энергоносители. Пресс-секретарь Кабмина Даниэл Воды сообщает, что из общего количества заявлений около 197 тысяч были поданы на онлайн-платформе компенсации.gov.md, а остальные с помощью социального работника. Разумеется, муниципий Кишинев является лидером по количеству поданных заявлений. Их более 115 тысяч. За ним следует муниципий Бельцы с 20 тысячами. Гагаузская автономия – 13 тысяч заявлений. Когульский, Унгенский и Аргеевский районы – более 12 тысяч заявлений. А также Каушанский, Дрокиевский и Ханчешский районы – почти 10 тысяч заявок. В этом году компенсации за энергию предоставляют в денежной форме. Каждое домохозяйство, которое имеет на это право, может получить средства на банковскую карту или в почтовом отделении. Право на участие в программе имеют все домохозяйства, которые отапливаются на основе природного газа, тепловой энергии, электричества или твердого топлива. Это дрова, уголь, пеллеты, брикеты. Чтобы получить компенсацию за ноябрь, необходимо зарегистрироваться на платформе компенсации.gov.md до 28 ноября. В холодное время года, то есть с ноября по март, заявление можно подавать в любое время, но компенсации за предыдущие месяцы не выплачиваются. Если заявление подано после 28 ноября, выплаты начнутся со следующего месяца. Во вторник обнаружили очередной беспилотник, на этот раз в селе Кошерница Криулянского района. Заряда взрывчатки к дрону прикреплено не было. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции после того, как устройство изучили специалисты Центра технико-криминалистической и судебной экспертизы. Упавший беспилотник нашли на окраине села, на место оперативно прибыли правоохранители и оцепили зону. В ходе первых же проверок было установлено, что это российский беспилотный дрон «Шахет». Непосредственной опасности он не представлял. Нет никаких рисков или угроз для безопасности местных жителей. Расследование на месте происшествия продолжается. Полиция призывает граждан, которые заметили упавшие на землю летательные аппараты или другие подозрительные устройства, не приближаться и не трогать их, а немедленно уведомить полицию по номеру 112. Минувшие выходные еще два беспилотника обнаружили в Каушанском и Рыжканском районах. В понедельник президент Маясанда заявила, что с первого дня войны в Украине ладовские власти сделали все возможное для защиты воздушного пространства страны и в том числе закупили систему обнаружения дронов. По данным учреждения, эти беспилотники не представляют опасности для населения. Однако нам все равно нужно проявлять бдительность и приобретать технологии, необходимые для защиты всей страны. Чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, на данный момент угрозы для Республики Молдова нет. Но сама война у границ и тот факт, что дроны летают над воздушным пространством нашего государства, вызывают беспокойство. Глава государства Маясанду встретилась во вторник с лидерами нескольких стран. Они обсудили экономические возможности Республики Молдова, расширение торговли и рассмотрели тему укрепления двусторонних отношений. В Баку Маясанду провела переговоры с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом о мире и стабильности в регионе, а также наращивание турецкой торговли и инвестиций в Молдову. В Баку мы провели конструктивные переговоры с лидерами, которые разделяют стремление к стабильности и развитию наших регионов. Вместе с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом мы обсудили мир и стабильность в регионе, а также увеличение объемов торговли и инвестиций в Молдову. Также мы подчеркнули роль Гагаузии как моста между нашими странами и взяли на себя обязательство совместно работать над сохранением гагаузского языка и культуры, которые являются ценной составляющей молдавской идентичности. В ходе встреч с президентами Казахстана и Азербайджана глава государства акцентировал внимание на экономических возможностях для наших граждан, в перспективах международного сотрудничества и на поиске решений для адаптации общества к последствиям изменения климата. Встреча с президентом Казахстана Касым Жамартом Такаевым дала возможность обсудить новые экономические возможности для наших граждан. 1 января 2025 года откроется посольство Молдовы в Астане. Это дипломатическое ведомство укрепит двусторонние отношения и создаст новые перспективы для нашего сотрудничества. Я также поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева за теплый прием на КОП-29. Конференция обеспечила полезную основу для диалога на высоком уровне, направленного на поиск решений, которые помогут нашим обществам адаптироваться к последствиям изменения климата. Во вторник 12 ноября Майя Санду приняла участие в 29-й сессии конференции ООН по изменению климата. Мероприятие проводится в Азербайджане и посвящено мобилизации финансовых средств, которые необходимы для того, чтобы снизить воздействие изменения климата и помощи обществу в адаптации к нему. Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в дела Грузии Давида Бачуришвили. 12 ноября пресс-служба МИД сообщила, что причиной послужили недавние заявления премьер-министра Грузии. Дело в том, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Будапеште он рассуждал о необходимости расследовать проведение президентских выборов в нашей стране. Поверенный в делах посольства был проинформирован о глубоком недовольстве молдавской стороны, искаженной и ненадлежащей манерой, в которой премьер-министр Грузии в своем публичном выступлении освещает вопросы европейской интеграции Республики Молдова и избирательного процесса, который состоялся в нашей стране. Представители Министерства иностранных дел подчеркнули, что отношение сотрудничества и традиционной дружбы между Республикой Молдовой и Грузией, а также цели, которые каждое из наших государств преследует в процессе европейской интеграции, должны преобладать. Комиссия по витингу завершила оценку всех кандидатов на должности членов Высшего совета магистратуры в соответствии с законом о предварительной проверке. Об этом представители комиссии сообщили в пресс-релизе. Таким образом, кандидаты прошли оценку в соответствии со всеми установленными критериями целостности. Как сообщается в пресс-релизе комиссии по проверке кандидатов, было предложено оценить 31 кандидата на должности в органах судейского самоуправления. В результате, в соответствии с законом о предварительном отборе, комиссия приняла 26 решений. По итогам конкурсов в комиссию по витингу было направлено 6 кандидатов. 5 от гражданского общества и 1 судья, который будет представлять апелляционные палаты ВСМ. Только двое из представителей гражданского общества прошли отбор и были назначены парламентом в состав ВСМ. Остальные кандидаты не прошли, включая кандидатов в судей от апелляционных палат. Что касается кандидатов в коллегию по отбору и оценке судей, то заявки на участие в конкурсе подали 13 кандидатов. Из них один отказался от участия, а другого отозвал ВСМ. Остальные прошли аттестацию. Во вторник в эфире одного из частных телеканалов председатель комиссии по отбору судей Андрей Бивол объяснил, почему процедура отбора длится так долго. Процедура занимает больше времени, чем мы сами ожидали, потому что у нас сложилось впечатление, что процесс уже завершен. В нашей комиссии, в отличие от других комиссий, довольно высокий процент занятости секретариата, но с субъектами оценки все немного сложнее. Оценивая судей апелляционной палаты, мы замечаем тенденцию затягивать, запрашивать о продлении. Я не хочу сказать, что это намеренно, потому что объективно мы понимаем, у этих судей большая нагрузка. Дмитрий Раковица, первый судья, прошедший аттестацию в комиссии по отбору и оценке судей Высшего Совета Магистратуры, рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в процессе. Очень трудно. Спасибо родственникам, родителям, братьям. Они помогли мне справиться. Я надеюсь, что внутри в какой-то степени что-то меняется. Многие успешно прошли эту процедуру. В коллегии по оценке и отбору большинство коллег, которые остались в конкурсе, были оценены положительно. Я думаю, это будет мотивировать других коллег тоже попробовать пройти через этот процесс. Во вторник в интервью Радио Молдова министра юстиции Вероника Михайлов-Марару подчеркнула, что работа второй комиссии, которая отвечает за оценку представителей судебной системы, идет успешно. И скоро состоится всеобщее собрание судей. Процесс проверки идет довольно быстро. Если говорить о второй оценочной комиссии, мы видим, что уровень продвижения кандидатов в коллегии достаточно высок. Судьи имеют полную свободу выбора. И мы надеемся, что коллеги будут иметь необходимый кворум для функционирования. Судьи страны соберутся на ежегодное всеобщее собрание. Они встретятся в четверг, 19 декабря, во Дворце Республики и заслушают отчет о деятельности судебной системы за этот год. Решение о вызове судей приняли члены высшего совета магистратуры. В числе вопросов, которые предстоит обсудить, это избрание членов ВСМ, а также утверждение поправок, внесенных в положение о функционировании общего собрания судей. Последнее всеобщее собрание состоялось 1 марта 2024 года. 13 и 14 ноября на трассах страны можно встретить сотрудников спецподразделения «Фолджер» и «Бронетехнику». Полиция сообщает, что это запланированные тактические учения, которые призваны укрепить профессиональные навыки. Ну а жители призывают получать информацию только из официальных источников. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». Национальной платежной системой MIA Instant Payments пользуется 300 тысяч человек. Она позволяет отправлять и принимать мгновенные платежи по сниженной комиссии в сравнении с банковскими картами. Разработанную Национальным банком Молдовую систему уже поддерживают 10 коммерческих банков страны. Депутат от ПДС Раду Мариан назвал это достижение важным примером эффективного решения для граждан и бизнеса. Систему запустили 12 марта этого года. По просьбам жителей нескольких многоквартирных домов по улице Сучевица в столичном секторе Буиканы начался ремонт дворов. По словам Претера Василия Мороя, проект включает обустройство парковочных мест, ремонт подъездных путей, благоустройство зон отдыха для жителей. К следующему году в одном из дворов построят и площадку для мини-футбола. В планах ремонт еще пяти дворов. В селе Кириле Нунгенского района построили солнечную электростанцию мощностью 60 кВт по программе «Европейское село». Проект включал установку 120 фотопанелей на участке, принадлежащем местной администрации. Электростанция обеспечивает энергией насосную станцию, которая подает воду для всего села, включая пять социальных учреждений – это детский сад, гимназию, офис семейных врачей, мэрию и сельскую библиотеку, а также шесть местных предприятий. Проект профинансировало правительство через Национальный фонд регионального и местного развития. На эти цели было выделено более 1,6 млн. леев. Молдавские спортсмены завоевали 10 медалей на Балканском чемпионате по стрельбе из лука в Черногории в разных возрастных категориях, как в одиночных, так и в командных соревнованиях. Под руководством тренера Ирины Чекановой молдавские лучники продемонстрировали высокий уровень подготовки. В Национальном олимпийском комитете Молдовы отметили, что эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки и прогресс молдавской команды. Два человека попали в больницу с различными травмами в результате серьезной аварии. Инцидент произошел сегодня утром в селе Будешты, муниципе Кишинев. Правоохранители установили, что столкнулись два автомобиля. В результате удара пострадали водитель одной машины и пассажир другой. Специалистам предстоит установить все обстоятельства ДТП. Правоохранители задержали еще двоих участников мошеннической схемы. Родственник попал в ДТП. Речь идет о мужчинах 26-43 лет из Кишинева и Калороша, которые потребовали от пенсионерки 29 тысяч леев. По данным полиции, злоумышленники убедили женщину, что ее дочь спровоцировала аварию, в результате которой пострадал человек. Они обещали помочь, но взамен потребовали деньги. Потерпевшей 73-летней женщине на стационарный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее дочь попала в дорожное транспортное происшествие. За ее освобождение и компенсацию ущерба преступники потребовали 29 тысяч леев. Также стражи порядка отметили, что деньги потерпевшая отправила на такси, а затем их забрал один из мужчин, выступавший в роли курьера. Сотрудники инспектората полиции сектора Рыжкановка и управления столичной полицией провели специальные следственные мероприятия под руководством прокуратуры муниципиа Кишинев. В результате они установили личности подозреваемых. Мужчин поместили под стражу на 30 суток. Согласно законодательству, виновным в таком преступлении грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить всех участников мошеннической схемы и выявить причастность подозреваемых к другим аферам. Обыски в Тараклее. Правоохранители нагрянули домой к 10 подозреваемым в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Предполагается, что их могли использовать в целях браконьерства. Полицейские обнаружили автоматы, пистолеты, ружье и патроны. Согласно пресс-релизу, полиции подозреваемым от 20 до 50 лет в их домах обнаружили более 300 патронов различного калибра, три пневматических оружия, три пневматических пистолета разных моделей, длинное ружье с гладким стволом. Все это хранилось незаконно и было изъято. Также выявлено нарушение при владении и хранении пяти легальных охотничьих орудий, которые хранились ненадлежащим образом. Изъятое оружие отправлено на баллистическую и трассологическую экспертизу, чтобы установить, использовались ли они при совершении других преступлений. Полиция продолжает расследование по всем юридическим аспектам, чтобы установить обстоятельства приобретения оружия, цели его хранения, а также причастность других лиц. Согласно действующему законодательству, виновному в таком преступлении грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет. Дизельное топливо дорожает, а стоимость бензина остается неизменной. Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило новые цены на горючее на четверг, 14 ноября. По данным ведомства, литр дизтоплива обойдется водителям в 19 лей 80 банов. Это на 6 банов больше, чем в среду. Такой же объем бензина будет стоить 22 лея 82 бана, как и 13 ноября. Напомним, что расценки на основные виды топлива зависят от котировок на бирже. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. Хотя до зимы осталось больше двух недель, она уже дает о себе знать. Накануне вечером в Бричанском районе выпали первые хлопья снега. Фотографиями поделились сотрудники пограничной полиции. Зима все же не спешит в наши края. Метеорологи рассказали, что в ближайшее время снега больше не ожидается. У нас есть прогноз погоды на 14-20 ноября. 15 ноября из-за атмосферного фронта ожидаются небольшие дожди. В остальной период существенных осадков не предвидится. Также ожидается усиление северо-западного ветра, а температура ночью будет колебаться в пределах минус 2, плюс 5. А начиная с 16-го числа в дневные часы будет наблюдаться небольшое потепление. Воздух прогреется от 5 до 10 и от 10 до 14 градусов. Напомним, что и в Рыжканском районе на днях выпал первый снег. Эстонский политик Каякалес призвала поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Заявление прозвучало во время слушания в Европарламенте по утверждению ее кандидатуры на пост Верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Отвечая на вопросы евродепутатов, Каякалес отметила скрытую роль Китая в конфликте и подчеркнула важность сотрудничества между США и Европейским Союзом. Мы будем искать контакты, мы будем искать встречи с избранным президентом и его командой, чтобы сформировать общую политику. Потому что я вижу, во всем мире мы являемся самыми сильными союзниками. И мы должны продолжать держаться вместе. Если Соединенные Штаты обеспокоены тем, что происходит в Южно-Китайском море, их больше всего должно беспокоить и то, как мы реагируем на агрессивную войну России в Украине, поэтому это также в их интересах. Экс-премьер Эстонии Каякалес является одним из шести кандидатов на ведущие посты в ЕС, номинированных главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйн. Прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей в следующем месяце, они должны получить одобрение Европарламента. Вместе с Калас процедуру проходят Рафаэле Фитта, представитель одной из правых партий Италии и будущий заместитель главы Еврокомиссии. Бывший министр иностранных дел Франции, 39-летний Стефан Сижурн, которого прочат на пост руководителя промышленной стратегии блока, и испанка Тереза Рибера, которая, возможно, станет главой антимонопольного ведомства ЕС. Германия готовится к досрочным выборам в феврале. Министр экономики Роберт Хаббек, претендующий на должность федерального канцлера, посетил технологическую конференцию в Лиссабоне, где рассказал, что готов искать партнеров на всех флангах немецкой политики. Хаббек заявил, что, несмотря на переживаемый его страной кризис, а там распалась правящая коалиция и грядут досрочные выборы, Германия останется одними из столпов единой Европы. Нельзя стыдиться сотрудничества. В этом как раз есть базовый принцип демократии – объединение людей, партий для обмена мнениями, поиска компромиссов и движения вперед. Я считаю, что сейчас в Германии возможно все. Хаббек напомнил, что победителю февральских выборов ФРГ придется сотрудничать с переизбранным в США Дональдом Трампом, который уже предупредил, что может ввести высокие пошлины на европейские товары. Хаббек не обеспокоен. По его мнению, Соединенные Штаты нуждаются во внутреннем рынке ЕС, а значит, партнерство будет развиваться. Люди, которые пытаются разрушить имидж Евросоюза, пытаются уничтожить возможность свободы в Европе. Поэтому роль Германии заключается в том, чтобы помочь Европе объединиться. У нас прочное лидерство. Ожидается, что в ближайшие выходные Роберт Хаббек выиграет внутрипартийную гонку и станет кандидатом «зеленых» на пост канцлера. Напомним, что досрочные выборы ФРГ назначены на 23 февраля. Крупнейший профсоюз Германии достиг соглашения с работодателями по поводу спора о заработной плате в металлургической и электротехнической промышленности страны. Новый договор с IG Metal предусматривает повышение окладов в два этапа, плюс постоянное увеличение коллективно согласованной дополнительной надбавки. Окончательное повышение заработной платы составит 5,5% в течение следующих 25 месяцев. Так, 230 тысяч стажеров в отрасли будут получать на 140 евро в месяц больше. При этом IG Metal подчеркивает, что в будущем у работников будет больше возможностей выбирать между временем и деньгами. Переговоры между профсоюзом и работодателями продолжались в 18 часов. В чрезвычайно сложной ситуации с очень сильно расходящимися позициями мы упорно и интенсивно сражали всю ночь, и мы нашли решение. Изначально IG Metal требовал повышения зарплаты на 7% в течение 12 месяцев, а также большей гибкости в отношении рабочего времени. В ответ работодатели предложили повышение зарплаты в два этапа на 3,6% в течение 27 месяцев. Во многих случаях мы усовершенствовали уже существующие сегодня правила, которые были согласованы в ходе коллективных переговоров с 2018 года. Соглашение затронет почти 4 миллиона работников. За сделкой следит Европейский центральный банк с точки зрения ее влияния на инфляцию в сложный момент для сильнейшей экономики Европы. Напомним, в последние недели по всей Германии прошли масштабные предупредительные забастовки после того, как концерн Volkswagen объявил о планах реструктуризации, включая закрытие заводов. Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил сразу несколько назначений на важные посты в своей будущей администрации, обнародовав имена министра обороны, министра внутренней безопасности и директора ЦРУ. Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Пентагона Питта Хексита, телеведущего Fox News. По словам республиканца, он жесткий, умный патриот своей страны. Хекситу 44 года, он бывший ветеран Национальной гвардии. Прежде чем стать ведущим на канале, Хексит служил в Ираке и Афганистане, а также безуспешно баллотировался в Сенат от штата Миннесота в 2012 году. Трамп также сообщил, что предлагает назначить на пост главы ЦРУ бывшего директора национальной разведки Джона Рэдклиффа, а в должности министра внутренней безопасности Трамп видит губернатора Южной Дакоты Кристино Эм. Несмотря на предположения, бизнесмен Илон Маск не будет работать непосредственно в администрации. Вместе с бывшим кандидатом в президенты Вивиком Рамасвами он возглавит недавно созданное Министерство повышения эффективности государственного управления. Наблюдатели отмечают, что Трамп на этот раз окружает себя людьми, лояльными ему лично. Их кандидатуры должны быть утверждены Сенатом. Бывший военнослужащий Национальной гвардии США Джек Тайшеера, который в прошлом году допустил одну из самых масштабных утечек секретных документов в истории Пентагона, приговорен к 15 годам тюремного заключения. В марте 22-летний IT-специалист признал вину в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне. Во время вынесения приговора молодой человек был безэмоционален, пишет Рейтер. Изначально прокуроры требовали приговорить молодого человека к 17 годам лишения свободы за одно из самых серьезных нарушений закона о шпионаже в истории США. Адвокаты описали своего клиента как аутиста, замкнутого человека, который проводил большую часть времени в интернете и просили сократить срок заключения до 11 лет. Они признали, что их подзащитный предпринимал неправомерные действия в течение 14 месяцев, но не желал нанести вред Соединенным Штатам. Преступника арестовали в апреле 2023 года за публикацией секретных данных Пентагона на платформе «Дискорд» в период его службы на базе ВВС в Национальной гвардии Массачусетса. С 2021 года Тейшейра имел допуск к документам высшего уровня секретности. Среди слитых данных оказались секретные оценки конфликта в Украине, включая информацию о передвижении войск на передовой, а также о снабжении и оснащении ВСУ. Позже Пентагон ужесточил контроль за сохранностью секретной информации и наложил дисциплинарные взыскания на других провинившихся сотрудников. В Белом доме заявили, что Израиль добился хорошего, но ограниченного прогресса в увеличении потока гуманитарной помощи в сектор газа, и что поэтому Вашингтон не будут ограничивать поставки оружия. В прошлом месяце США установили крайний срок, когда Израиль должен был отправить в Анклав больше продовольствия, угрожая сократить военную поддержку. С момента выдвижения условий Израилю страна предприняла ряд встречных шагов, однако для достижения устойчивого прогресса необходимы дальнейшие меры, пишет ДПА, уточняя, что согласно действующему в США закону запрещено оказывать военную помощь вооруженным силам, которые замешаны в серьезных нарушениях прав человека. Гуманитарные организации подвергли Израиль критике за несоблюдение требований, ранее выдвинутых в США. Согласно их совместному докладу, 800 тысяч человек живут в условиях, близких к голоду. Там подчеркивается, что Израиль не только не выполнил поставленные США условия по поддержке гуманитарной помощи, но даже принял меры, которые резко ухудшили ситуацию в северной части сектора газа. Тем временем армия обороны Израиля сообщила об открытии еще одного контрольно-пропускного пункта Аки-Суфим в секторе газа. Через этот гуманитарный коридор в центральный южный район Анклава будут поступать продовольствия, медикаменты и оборудование для строительства укрытий для беженцев. До этого в Газе действовали лишь два КПП – Керем-Шалом на юге и ЕРС на севере. 11 ноября власти Израиля пропустили через них 133 грузовика с продовольствием и медикаментами. В Испании ожидают вторую волну наводнений. Предупреждения о сильных дождях и ветре объявлены в восьми регионах страны, в том числе на Белярских островах, в Каталонии и Валенсии. Сейчас в регионе действует оранжевый уровень метеоопасности. В некоторых городах закрыли школы и отменили спортивные мероприятия. Людей просят по возможности работать удаленно и не выходить из дома без особой необходимости. В городке Аладия коммунальные служащие очищают от мусора. Канавы, стоки и овраги. Дожди могут вызвать очень серьезные последствия, поскольку уже скопилось много грязи, а состояние канализационной системы плохое. Рабочие также раскладывают мешки с песком. «Мы строим стену из мешков с песком. Она будет выполнять те же функции, что и шлюзы, разрушенные недавним наводнением». Министр экономики Испании Карло Скуэрпа прибыл в Брюссель для переговоров о выделении европейских фондов на ликвидацию последствий разрушительных наводнений в Валенсии. В интервью Евроньюз Куэрпа заявил, что пока слишком рано говорить о конкретных суммах. «Сейчас мы находимся на ранней стадии принятия экстренных мер раннего реагирования. Мы пытаемся поставить людей на ноги. Затем нам нужно будет провести реконструкцию. Вы помните, как в свое время Марио Драги предложил сделать все, чего бы это ни стоило? Вот что правительство пытается внушить тем, кого это касается. Чтобы дать людям немного надежды, мы заявляем, что будем с ними столько, сколько потребуется, и предоставим столько ресурсов, сколько нужно». Наводнения начались 29 октября, когда на восток Испании обрушились проливные дожди. В некоторых районах за короткий период выпала годовая норма осадков. В результате погибло более 220 человек, еще 23 пропали без вести. Это стихийное бедствие стало самым смертоносным за всю современную историю Испании. Возросло число жертв наезда машины на толпу в одном из китайских городов на юге страны. По данным местных властей, погибли 35 человек, еще 45 получили травмы. Как сообщает агентство Синьхуа, внедорожник въехал в группу людей, которые занимались спортом на стадионе в понедельник. В полиции заявили, что за рулем находился 62-летний мужчина, и он совершил наезд намеренно. Причиной стало недовольство разделом имущества после развода. Зломышленника нашли у себя в машине с ножом и ранами на шее, которые, как предполагается, он нанес себе сам. Мужчину задержали и отправили в больницу. Сейчас он находится в коме. В США запретили полеты американских пассажирских самолетов на Гаити. Правила будут действовать в течение 30 дней. Такой шаг предприняли в Федеральном управлении гражданской авиации после инцидентов с самолетами, которые были обстреляны вблизи международного аэропорта столицы Гаити – Порто-Принса. В понедельник при попытке посадки атаке подверглось воздушное судно авиакомпании Spirit Airlines. Выполнявший рейс из Флориды. В итоге самолет совершил посадку на территории соседней Доминиканской республики. После осмотра воздушного судна выяснилось, что в его обшивку попала пуля. Одна из бортпроводниц получила легкие травмы. Никто из пассажиров не пострадал. 11 ноября пуля попала в самолет авиакомпании JetBlue, вылетавшей из порта Принса в Нью-Йорк. Отметим, что Гаити переживает серьезный кризис безопасности. В марте там произошел политический переворот. В результате волнений был свергнут премьер-министр, а из тюрьм сбежали порядка полутора тысяч заключенных. Большую часть страны контролируют преступные банды. 19 июля там ввели режим чрезвычайной ситуации. Итальянские власти заявили, что раскрыли сеть европейских фальсификаторов произведений искусства. Сообщается, что подозреваемые изготавливали подделки работ Уорхола, Бэнкси и Пикассо. А затем пытались продать их ничего не подозревающим покупателям с помощью соучастников в аукционных домах Италии. По данным агентства ЕС, по судебному сотрудничеству в ходе проведенной операции была раскрыта сеть фальсификаторов в Бельгии, Италии, Испании и Франции. Специальное подразделение итальянской полиции по делам искусства заявило, что в ходе обыска в этих странах были обнаружены и изъяты около 2100 поддельных работ. Сообщается, что расследование началось в 2023 году, когда итальянские власти обнаружили 200 подделок во время обыска дома бизнесмена из Пизы, что побудило их отслеживать сайты электронной торговли аукционных домов, чтобы выяснить, не были ли и другие лица замешаны в этой деятельности. Сейчас под следствием по факту мошенничества находятся 38 человек. По словам следователей, ликвидированная сеть могла нанести экономический ущерб на сумму 200 миллионов евро. На сегодня это все. Далее не пропустите новости на румынском языке с Вероникой Лешко, а сразу после передачи Дистине. Я напомню, выпуск новостей вы можете посмотреть на нашем сайте cinema1.md. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.